2 июля 2015 года идем молиться новое место 2 июля 2015 года 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 Все, вставайте на молитву. Кепки сняли, мальчики, кепки сняли. Успокоились. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Боже, будь милостив на грешных, создавших нас Господи, помилуй нас. Вячеслав, мы согрешили Господи. Прости нас, Господи, и благослови. Господи, и Иисус Христе, Сын Божий, по молитвам Пречистотой Матери всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царь Небесный, утешитель Дух истины, везде находящийся и все наполняющий источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас и очисти нас от всякой скверны и спаси благо души наши. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святой, посети и исцели немощи наши. Имя Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб нас на сущных, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава. И покои, Царство, сила и слава во веки. Аминь. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твои благи. И ангельскую песню выглашаем Те силой. Свят, свят, свят ты, Боже, по молитвам, Богородица, помилуй нас. Спасти ли от сна, Ты поднял мне, Господи. Просети мой ум и сердце, и открою уста мои, чтобы мне распевать Тебя Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, по молитвам, Богородица, помилуй нас. Внезапно придется я, и деяние каждого обнаружится, как в страхе воскреким в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, по молитвам, Богородица, помилуй нас. Встав после сна, благодарю Тебя, святая Троица, что, по великой Твоей милости и долгой терпения, Ты, Боже, не прогнился на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие. И поднял меня лежащее без сознания, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить власть Твою. И теперь просвети мои мысли, открой уста мои, чтобы мне получаться Слово Твое, и уразумить заповеди Твои, исполнять волю Твою, прославлять Тебя в благодарном сердце, и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, теперь, всегда, в жизни вечного. Аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу. Придите поклонимся Христу, Царю нашему Богу. Придите поклонимся и преподем самому Христу, Царю и Богу нашему. Псалом 23. Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущая в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто ставит на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны, и сердце чистое. Кто не клялся душой своей напрасно и не обожился ложно ближнему своему. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Божия Иакова. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и вовеки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 Слава тебе, Боже! Господи, Ты по много Твоей благости и великому милосердию Твоему дал мне рабу Твое мимолетное время до ночи провести в дни напасти и всяческого зла вражеского. Ты сам, Владыка, Творец Всего Сущего, удостой меня истинно Твоим светом и просвещенным сердцем исполнять Твою волю теперь, всегда и во веки вечной. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгоняйся ничтожного и окаянного раба Твоего. Беспечность, забвение, неразумие, нерадение и всескверные, лукавые и хульные помыслы за корма сердца и от промраченного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо я не ищи жалоб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и помыслов, и от всех злых влияний освободи меня, ибо Ты благословен от всех родов и славится многочтимое имя Твое во веки веков. Аминь. Святой Ангел, поставь мне блестим мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить мне себе преобладание от насмертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя в оседимой жизни. И если я чем-то грешил прошедшую ночь, защити меня настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогибать Бога никаким грехом. И моли за меня, Господу, чтобы Он усердил меня в страхе своем и садил на меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Моли Бога о мне, святой угодник Божий, ибо я усердно к Тебе перебегаю, скорому помощнику и молитвнику о душе моей. Давайте пропоем Богородицу Девуру. Спаси, Господи, у людей Твоих и благослови наследие Твое, победа на врагов дару православных христианам, и крестов Твоих сохраняя Твой народ. Господи, Бог наш, Творец неба и земли, слава Тебе. Господи, за это утро, что Ты нас поднял очередной час, Господи, слава Тебе. Что дал увидеть еще новый день, Господи, который еще никогда не был на земле, слава Тебе. Прости нас, Ведокий, и помилуй нас. Благослови Тоже, Господи, наших духовных наставников, Игнатия, Сочинка и Акима, Удри, Настафьев. Дай им разумение, как работать с нашими душами, Господи. А нам помоги, дай всякое вразумление, наставление и обличение, принимай со смирением и с желанием исправиться. Помоги Тоже наш Господь, нашим иерархам, митрополитам Илариону, епископам Ифтихи, патриарху Кириллу, митрополитам Иларионову, митрополитам Корнилиеву, митрополитам Сергею, епископам Максиму и другим епископам. Господи, дай им веры, дай им рождение свыше по Слову Твоему. Господи, молим Тебя за священников, дай им, Господи, духовное рождение, чтобы назидали они пасту свою, не человеческие вымыслы, но Слову Твому живому и действенному. Слава Тебе. Благослови наш Господь, наша потеряясь к общину в Барнаульске, укрепи нас, поддержи нас, сохрани нас от раздора, от несогласия, от ропота, Господи, от все, что не славит Тебя. Слава Тебе. Помилуй нас, Владыка, помилуй. Благослови также, Господи, всех святых Твоих, всех улиц и земли. Проходятся мудрые болезни, Сергей парализован, Александра, Мария и другие, Господи. Помоги, поддержи, ни они, ни они, ни надежды. Не дай им ослабнуть, Господи, все в терпении перенести с верою, с надеждой, с любовью к Тебе. Укрепи та же, Господи, святых Твоих, кто находится в этот момент в гонении, в искушении, в испытании каком-либо. Помоги им устоять и быть верным Тебе до конца. Помоги нам, Господь, и Бог наш, чтобы водить, когда ты допустишь какое-либо бедствие, войну, или гонение за слово, что мы так же претерпели все с верою, с надеждой, с любовью к Тебе. Чтобы мы показали своим врагам, могли показать своим врагам, Господи, Тебя, Господу нашего Иисуса Христа, образ Твой, свет Твой, Господи, указать путь к Тебе. Помоги нам, Господь, ибо Ты благочил это люди, ибо Ты сам сказал, что не мстите за себя возлюблены, но дайте место гнилу Божьей. Слава Тебе. Благослови Тоже, Господи, всех, кто в этот час взывают к Тебе, находясь в опасности, на море, на суше, в воздухе, под землей, услышать молитву взывающих Тебе. Помилуй их, Владыка, помилуй их. Молю Тебе наш, Господь и Бог наш, за эти детей, предстоящих под лицом Твоим. Дай им рождение свыше, Господи. Дай им познать путь этой сладостной любви Твоей, Господа нашего Иисуса Христа. Слава Тебе. Чтоб они раскаялись, Господи, осознали грех, ибо оно очень тяжелое под лицом Твоим, ибо возмездят за грех смерть. Мы все повинны смерти, Господи. Но тогда Бог есть милущий, сосредавающий, и долгий терпеливый. Слава Тебе. Помоги нам, Господь, если мы ни чем согрешаем, мы с словом или делом исправиться, очиститься, убелиться, Господи, праведность. Ходя в страхе, ты лицом Твоим. Исполнять заповеди, ты страдал, которые ты заповедовал, исполнять человеком, ибо ты никому не позволил грешить. Слава Тебе. Благостей тоже, Господи, тех людей, которым мы когда-либо свидетельствовали Слово Твое. Помоги, чтобы всеми Слово Твое упало на добрую почву сердец, и дало плод Твое в тридцать, какой шестьдесят, какой сто крат. Не дай им отвергнуть путь спасения Твоего, ибо ты, глупый человек, и любезно, Господь. Слава Тебе. Слава Тебе за все Твои милости, щедрот Твои, Господи, благостей на предстоящий этот день. Помудри во всяком деле нас, наставь нас, коснись Духом Твоей Святой, дай нам размышления духовного, по слову Твоему, чтобы мы остерегались от какого-либо бедствия, Господи, остерегались людей чужих. Помилуй нас от этого зла, Господи, сохрани этот лагерь, Господи, чтобы еще здесь могли трудиться над душами людей, чтобы Россия могла, Господи, духовного стать, прославить Тебя, Отца Небесного, благовестием Слово Твоего, людям, сидящим в окне, отсюда возвещали истины Твои. Слава Тебе. Устрой наше благовестие по соседним селам, как Тебе угодно, Господи. Слава Тебе. Помоги даже с поездкой нашему наставнику Игнатию и другим, собирающим ехать кто-либо, распространять книги, через которые многие люди познают путь Твой. Слава Тебе. Помоги нам, Господь, невзирая ни что идти за Тобой. Тебе за все хвала, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Бог. Аминь. И сойди в нашу молитву, Господи, с молитвами всех святых, молящихся тебе на небе и на земле. И услыши молитву всех, кто молится о нас, во благо нам, о спасении души нашей. И примени нашу молитву, о всех, кто за поездом молится. Аминь. Прибудь рядом с нами, наш Господь, ни оставки никакие. Тебе за все хвала, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Ну что у нас, кто самый быстрый колокол ударит? Я. Давай. Как четыре? Паша легканоп. Паша легканоп. Вот этих муравьев уже заняли свою. Пойдите. Да, не думал, что это для них состоит. Не-е-е. Дерочки за вас. Это для вас, дядь Володя. Нравится это место? Да. А вам, дядь Володя, нравится? Да мне вот не нравится, что я высоко, слишком стою. Нет, так Игнатий, Игнатий сказал. Больно падает будет. Игнатий, Игнатий так сказал. Что мы считаем, что выше должен быть. Да. А что там падает? Потому что, когда... Я без новички, жена, да. Потому что, когда вчера утром все дети, видите, остались внизу. Так, разговорчики, что-то не сбокался. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Аминь. Так, Паша, ждем сейчас. Аминь. Марка четвертая голова из 24 по 25 стих. И сказал им, замечайте, что слышите. Какую меру и мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет. Казалось бы, слова немножко непонятные, да? Как можно отнять то, что не имеют? Толкование. Господь побуждает учеников. Стой нормально. Ксюша, ну что ты бегаешь? Ты же отвлекаешься. Запоминай все. Господь побуждает учеников в бодрствовании. Замечайте, говорит, что слушаете. Не опускайте ничего сказанного мною. Мною с большой буквы, то есть с крестом. Вы очень будьте внимательны на уроках своего Божия. А то бывает, что вы говорите, смеетесь и так далее. Вас все это Сатану похищают. Сатана похищает. Не знаю, что это делать. Тому слушателю, который внимательен всегда и при том в высшей степени воздаст Бог и награду великую. А медлительному человеку соразмерная будет и прибыль вознаграждения. Кто будет иметь ревность и усердие, тому дастся и награда. А кто не имеет ревность и усердие, у того взято будет то, что он думает иметь. То есть бывает, человек о чем-то думает, что вот мне вот вот этот талант, охота там, развитие и так далее, а сам сидит, ленится, ничего не хочет делать. Как вот Игнатьев, он говорит, что вот, как бы он узнал о своих талантах, если бы не настал трудиться, проявлять усердие и Господь ему воздал еще больше, еще больше открыл в нем талантов. Так каждому из нас. То есть надо для гостера стараться трудиться, а там Господь тебе будет помогать и у тебя будет развиваться в талант. Хорошо ли ты бегаешь, ты иди на благовестие. То есть многие твои должны быть прекрасно написаны благовестие, благое, возвещающие мир. Ибо по причине ленности гаснет в нем и та малая искра, которую он прежде имел, подобно как от усердия, она возжигается. Каждый свой талант должен увидеть и все направить для прославления Христа. Каждый. Кто-то хорошо читает, может в церкви потом в дальнейшем будешь читцом, то есть Господа свадить там стоять, на пиросе. Или, если у тебя есть дар речи, что ты так много болтаешь языком своим, ты это направь в нужное русло. Ты можешь стать проповедником Слово Господнее. Бывает, и женщины проповедуют, там ролики показаны, стоит прямо в автобусе и благовестует, возвещает. Но опять же это не православный, это сектант идет. То есть каждый талант я должен направить для спасения Божьего и во благо ближнему своему. Друг друга предупреждайте, апостол Павел Гересушку. Мы должны другу помогать. Вот видишь, что ему помощь нужна. Мимо не проходи. Раз, помоги ему. У нас большая часть всегда проходит мимо. Сам справится. Марка 4 глава 26 по 29 стих и сказал Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит и встает ночью и днем и как семя восходит и растет не знает вам. Ибо земля сама собой производит спирозелень, потом колос, потом полное земло в колосе. Когда же созревает плод, немедленно посылать серб, потому что настало жадко. Не отвлекайся. Убери зуб всю. Вы это, например, видите вот этих полей, где барабаш сеет, но он не знает, как это семя прорастает, как оно вырастает и так далее. Он из-за этих минут. Все это делает Господь. Ему только он потом собирает эти земли. Если Господь его многоставит. Толкование под царствием Божьим разумеет Божье смотрение о нас. Человек есть сам Бог, соделавшийся ради нас человека. Он бросил в землю семя, то есть евангельскую проповедь. То есть здесь речь идет о Господе нашем Иисусе Христе, который пришел на землю и в 33 года вышел на проповедь и стал людям возвещать, покайтесь и веруйте Евангелие. Даже его пошли ученики искра 12, потом 70. В дальнейшем в течение всей истории церкви мы видим, что были благовестники Слова Господня. Бросив его, он спит, он с большой буквы, то есть вошел на небеса. Впрочем, он и встает ночью и днем, ибо хотя Бог по-видимому и спит, то есть долго терпит, что значит сон, долго терпит, то есть он нас терпит, наши грехи, ждет покаяния. Но он встает, встает ночью, когда посредством искушений побуждает нас к познанию его. То есть какие-либо у вас будут скорби, страдания в жизни, или какие-то там может кто-то с детьми будет у кого-то что-то, или сам будет страдать. Всегда помните, что Господь стучится в сердце ваше. Он говорит, все стою в двери и стучу, и если кто услышит голос мой, и отвори дверь, войду к нему и буду черять с ним, и он со мной. То есть Господь стучит в сердце каждого из нас. Семя растет как будто без веда моего, потому что мы свободны. И от нашей воли зависит, расти или не расти этому семени. Не по неволе приносим плод, но добровольно. То есть приносим плод от самих себе. Например, когда я уверовал во Христа, я захотел служить Господу и приносить этот плод. Уж какой там Господь на суде Божьем будет сказано. Начало идти благовествия. С братьями мы пошли по деревням, по наших благовествиям. Потом братья разошлись кто где, кто с семьей, кто там с бабушкой занимался. Господь меня побудил пойти на проповедь по вагонам, по поездам я ходил, проповедовал. Отпределенное время одно. Сначала, когда мы бываем младенцами, еще не достигшим в меру возраста Христова, мы прожищаем зелень, показываем начаток добра. Потом колос, когда бываем уже в состоянии противостати и искушения, ибо колос связывается уже коленцами, стоит прямо и достиг уже большего развития. Затем образуются в колосе полные зерна. Это тогда, когда кто приносит плод совершенства. Когда же настанет жатва, тогда серп собирает плоды. серп это есть слово Божие. Слово Божие с большой буквы. А жатва время кончины. Что запомнил из этой приведенной притчи и толкования для себя уразумил? Кто может хоть немножко повторить? О чем здесь речь идет? Что значит Царствие Божие? Подобно тому, как человек бросил семя в землю и встает? Кто внимательно посеешь ты пождешь? Это понятно. говорю то, что здесь было втолковании. Что под царством Божиим разумеется? Никто не сей запомнил? Кирилл подними его. Местер запомнил что ли? То есть у вас выходит что семя посея которое сеется у вас она похищается дьяволом. Раз вы ничего не запоминали. Это плохо. для вас лично. Для вашей души спасли. Слава тебе Боже нас. Слава тебе. Ну все, пошли работать. Свою великую